Но у нас дошло до того, что и медработники, и посетители БСМП, смотрите, что учудили с газона, вот смотрите, в рабочие дни, если сюда прийти, здесь будет просто жестяк, но в рабочие дни я не могу сюда прийти, потому что я работаю, работаю с понедельника по пятницу, я этим занимаюсь только по выходным. Ну вот, смотрите, что это, это нормально, это европейская столица, у нас в Молдове стремится в Евросоюз, что вот это вот был бардак такой вот в европейской столице какой-нибудь, где-нибудь в центре, а это больница скорой помощи, вот у нас даже памятник здесь, Жозеф Пивсуздюк, да, правильно я прочитал? Да, Пивсуздюк. Маршал Польша, это Маршал Польша, вот стоит памятник Маршалу Польша, ну и здесь на фоне данного памятника росли розы, трава, было красиво, но нашлись у нас автолоси, именно автолоси, автодятлы, автохамы, как хотите так и называйте. Вот что они сделали с газона, прямо перед памятником поляку. Это Маршал Польша, Жозеф Пивсуздюк Диски, то есть я с польским как бы не знаком языком, ну вот такая вот ситуация. Вот если бы посольство Польши обратило бы сюда, на эту локацию, внимание и предъявило претензии молдавскому правительству, то что вот такое вот отношение к памятнику. Наверное, этот польский маршал что-то сделал значимое для Молдовы, раз он здесь, стоит его бюст. Если бы он не был бы значимой персоной для Молдовы, его бюст здесь не стоял бы прямо возле больницы скорой помощи, но бюст его есть. Значит, это значимое лицо, историческое. Ну вот такое вот отношение у нас к истории, как мы видим. Это БСМП, 31 августа улица и Петру Мавилы. И по 31 августа тоже сделаны были парковочные карманы. И там дальше есть еще один заезд, и потом еще один заезд. То есть с этой стороны три заезда есть. И там есть где парковаться. Ну у нас почему-то автодятлы принимают решение парковаться как мудаки. Вот такая вот ситуация.